Предлагаю рецепт очень вкусного летнего десерта, грушевый пирог в карамельной заливке, в котором тонкое песочное тесто сочетается с сочной грушей, карамельной заливкой и воздушной меренгой. Приготовить грушевый пирог в карамельной заливке очень просто, если следовать пошаговым рекомендациям к рецепту, готовьте с удовольствием и радуйте своих родных и близких. Для получения более яркого карамельного вкуса, следует сначала обжарить сахар до легкого карамельного цвета и лишь потом интенсивно вмешать сливочное масло. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Приготовьте ингредиенты. В емкость для замешивания теста вбейте яйцо, добавьте щепотку соли и 50 грамм сахара, смешайте. Добавьте 50 грамм размягченного сливочного масла, взбейте массу. Добавьте муку, разрыхлитель, смешайте с яично-масляной смесью силиконовой лопаточкой. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Дальнейший замес теста продолжите руками, тесто получается мягкое, эластичное. Подготовьте форму для выпечки, дно застелите пергаментом, смазывать маслом не надо, так как тесто содержит масло. Распределите тесто по форме, сделайте достаточно высокие бортики, это можно сделать руками, а можно раскатав скалкой между двумя слоями пленки и перенеся его в форму. Поставьте заготовку в морозилку на 30 минут. Минут за 10 до того, как тесто охладится, подготовьте карамельную заливку. Положите на сковороду сливочное масло 150 грамм и сахар 90 грамм, нагрейте помешивая, чтобы сахар полностью растворился, добавьте ванильный сахар. Всыпьте в сковороду муку и держа сковороду на огне хорошо размешайте, чтобы не осталось комочков, примерно в течение 1 минуты. Карамель для заливки должна быть горячей. Очистите груши от кожуры и семян, нарежьте на дольки. Выложите груши в форму. Залейте горячей жидкой карамелью. Поставьте выпекаться в духовку при температуре 180 градусов на 20 минут. Пока пирог выпекается, займитесь приготовлением швейцарской меренги. Первым делом поставьте на огонь сотейник для водяной бани, чтобы вода закипела. В емкость для взбивания влейте 3 белка и добавьте щепотку соли. Взбейте белки и солью до мягких пиков. Всыпьте сахар за 2 раза. Продолжая взбивать до стойких пиков, добавьте при этом щепотку лимонной кислоты. Поставьте меренгу на водяную баню и взбивайте 2-3 минуты. Следите, чтобы дно не касалось кипятка. Снимите меренгу с водяной бани и еще раз взбейте 2-3 минуты. Достаньте пирог из духовки. Силиконовой лопаточкой выложите сверху меренгу. Плоской стороной лопаточки сделайте небольшие пики на меренге. Снова поместите в духовку, убавив температуру до 150 градусов еще на 20 минут. Следите за готовностью. Готовый пирог сразу не вынимайте из формы, а дайте ему остыть до комнатной температуры. Перед подачей аккуратно извлеките пирог из формы. Он очень нежный и вкусный, с тонкой корочкой теста, сочной грушей и нежной меренгой. Это наслаждение. Подписавшимся, больше вкусностей. Необходимые ингредиенты. Масло сливочное, 200 грамм, 50 грамм, в тесто, 150 грамм, в карамельную заливку. Сахар, 250 грамм, 50 грамм, в тесто, 90 грамм, в карамельную заливку, 100 грамм, в меренгу. Яйца, 4 штуки, 1 целое яйцо, в тесто и 3 белка, для меренги. Мюка, 200 грамм, 150 грамм, в тесто, 2 столовые ложки, в карамельную заливку. Соль, 2 щепотки, 1 щепотка, в тесто, 1 щепотка, в меренгу. Лимонная кислота, 1 щепотка, в меренгу. Груши, 3 штуки, сочные. Разрыхлитель, 1 чайная ложка. Ванильный сахар, 1 штука, в пакетике, в карамельную заливку. Количество порций, 6-8. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Друзья, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok